О таких кадрах мечтают, пожалуй, каждый ЖЭК и ДУК. Еще бы, это лучшие следствия и сантехники Нижегородской области. Почти у каждого за плечами стаж работы позавидуешь. Заявками и авариями этим профи приходится сталкиваться чуть ли не ежедневно. Но здесь, на областном конкурсе, от них ждут мастер-класс. Участники признаются, ничего сложного. А все оказывается потому, что любят работать с железками. С железками люблю водиться. А как давно ты работаешь? Девять лет я работаю. А что на вашем году самое сложное работе сантехники? Сложного ничего нет. Полчаса на то, чтобы собрать участок трубопровода. Задача не сложная, главное, чтобы не повлияло волнение. За дело берутся быстро и без перекура. Собирать трубу приходилось уже сотни раз. Другое дело, чтобы потом не было протечки. За это судьи без разговора скинут баллы. Организаторы уже традиционного конкурса лучших слесарей-сантехников региона признаются. Образ работника коммунальной сферы такого типажа, как известный герой Афоня, в сознании чуть ли не каждого рядового жителя. Но ведь такие не все. Сегодняшний конкурс – это тот показатель, который показывает, насколько наши технологии и наши кадры отвечают современным требованиям. А также я хотел бы сказать, что данный конкурс, он популяризирует данную профессию, он говорит об ней, а это уже немало. Престиж работы в жилищно-коммунальном хозяйстве, к сожалению, с каждым годом падает, но и в том числе благодаря средствам массовой информации. Поэтому очень бы хотелось, чтобы все же престижность работы в ЖКХ поднималась. И вот этот конкурс, он в том числе направлен именно на поднятие престижа работы в жилищно-коммунальном хозяйстве и непосредственно слесарям сантехники. Эти 30 конкурсантов – элита нижегородского ЖКХ. И вряд ли тут поспоришь. Вот только зарплата тех, кто на передовой каждого отопительного сезона, не столь привлекательна. Может, поэтому работать не спешит молодежь? ЖКХ – очень низкая зарплата. Очень низкая. Не хватает. Вот сколько, если секрет? Ни секрет – 12 тысяч. Это со всем стажем? Да, да, 23 года. 19-13, все. Ну, бывает 13-14. Это то, что у меня там капуста пятый разряд и доплата. Вот так доплата и плюс. Ну, и бригадирский вот тоже набегает. А так меньше. Все-таки получить признание своего мастерства в рамках этого конкурса желает каждый. Приятно увезти домой ценные подарки с почетными грамотами. Главное, чтобы и зарплату не забыли поднять. Ведь уже завтра обычные рабочие будни. Заявки от жителей и текущие трубы. Сергей Щеплягин, Василий Низов. Объективно. ННТВ. Продолжение следует.